Всем привет, с вами Артур, и мы на моем любимом споте в моем родном городе Калуш, в Ивано-Франковской области, Украина. И, как всегда, я пришел на этот спот, и вы сами видите, я сегодня очень много всего напрыгал, прикольного и реально нового, и если не нового, то старого и очень сильного. Поэтому смотрите видос до конца, и вы увидите, о чем я говорю. Я даже повторил миссию, которую летом, сейчас зима, которую летом Богдан сделал, и причем он напрягался на ней. Но это вступительное слово, чуть-чуть такое сумбурное. Спасибо, кстати, вам за кучу комментариев под предыдущим видосом тренировочным, надеюсь, под этим будет не меньше комментариев, потому что я все-таки берусь за YouTube, я буду его развивать, я буду делать контент и обучающий, и тренировочный, и развлекательный. У меня есть уже один парень, которого я буду обозревать, там фейлы просто дикие, дичайшие. Я также жду зарубу Артрэмбо с Владом Ковалевским, чтобы разобрать ее, потому что там мне обещали, что будет нереальная какая-то дичь, с которой можно прогорать. Так вот, не стесняемся ставить лайки, комментарии, а сейчас давайте переходить к видосу. И сюрприз, сюрприз, и заключается он в том, что это и есть моя разминка. Прямо у вас сейчас на экранах, перед вашими глазами происходит моя разминка элементами. И как бы не полыхала сейчас жопа у Альберта, который смотрит это видео и думает, какого вообще, почему Артур меня заставляет делать разминку, а сам не разминается. Во-первых, я разминаюсь практически всегда. Во-вторых, я делаю конкретно на ваших экранах сейчас абсолютно элементарные вещи. И из-за того, что куча скла, холодно и, ну, типа бегать по ступенькам я хотел, но пока я их уберу, солнце зайдет. То есть у меня оставалось там два часа световых, потому что солнце садится в пять. И я решил вот пойти, ход конем я сделал, короче, я решил вот так вот разогнуться. И вот, как вы видите, я сейчас пошел на суперсложную миссию, но все еще я не вкидываю. Я, это, это все еще часть разминки. То есть я бегаю, прыгаю, прыгаю. Здесь в самой, самая тяжелая часть этой миссии вот этот страйд принять в одну ногу. Вот, вот именно этот. И потому что я не чувствую, что я еще полностью прогрет, я его и не вкидываю. Плюс на этом страйде сегодня была одна вот такая проблема. Здесь вот это болото. Вот это просто болото, в которое нельзя остановиться. А там бежать удобнее всего. И надо бежать вот так вот наискосок. И это увеличивает угол прыжка еще больше. То есть хочется сюда, а надо идти в диагональ налево. И вот я показываю сейчас, как это выглядит с этого ракурса. Вот сюда я ставлю ногу, потом вот сюда шаг, сюда. И надо переводить вправо. По видосу, наверное, плохо вы поймете. Но вот, кстати, впервые я там вкинул в одну ногу. Потом я поменял ракурс и продолжил кидывать в одну ногу. Здесь уже дело осталось за малым. Просто вот этот страйд, смотрите, он такой тонкий. И его перевести не так и сложно на самом деле. И вот здесь я сделал легче миссию. Там прыжок где-то на футов 11,8-12 на этот парапет ближний. А на дальний парапет вот сюда, это first try, кстати. То есть на дальний парапет там 12,8-12,9 футов. И вот здесь я такую компиляцию сделал. Замедленную, прикольную. С такими переходами и слоумо. Со всех трех ракурсов. После этого я решил пойти на вот этот манкур-акур, который в прошлой зимой мне еле дался. Я очень долго мудохался с ним. И вот здесь буквально с попытки четвертой или пятой я спокойненько вот так вот в ровный рост. Вот на замедло. Бам, отлично вылетел. Все по технике, все красиво. Вот такой приход максимально высокий. Четкий. И я после этого, чувствуя запас сил, чувствуя мощь, пошел на вот эту комбуху, которую я вставлял в самом начале видео. И которой я говорил, что Богдан на ней парился. И вот здесь я со второй попытки практически делаю то, что я... Это была моя лучшая попытка летом. И я снова таки иду ва-банк, снимаю футболку, потому что лишний вес ни к чему. И вот я прям был в восторге от того, как прикольно вот этот страйт чувствуется. Нога не просела, галик вообще в норме. И я даже притормаживал вот здесь, чтобы второй аккурат сделать. И, как вы слышите, я прям очень на хайпе, очень зашел этот пропаган. И вот здесь вот мой максимальный прыжок в прошлом. Я его делаю вот так вот без подготовки, легчайше. И мы переходим на новую часть, которую достроили наконец-то спустя 7 лет, наверное, они строили вот это что слева. И появилась вот такая бордюрка. И я увидел прыжок с подхода. Там 14,4 фута. Дистанция не особо большая, но вот здесь я пришел плохо ногой, прям с края толкался. И плюс бордюра, на которую приходите, она влажная. Поэтому я решил не делать этот прыжок. И перешел на вот такую новую тоже камбуху, которая появилась прикольная. Типа манки, шах и вакурас на бордюру. Кстати, возможно, это камбуха и раньше было, но я ее не видел. И приятно вот так вот открыть что-то такое вроде лайтовое, а вроде и прикольное. И еще одна бордюра вот здесь появилась. Это был вон трай стик. После этого я прыгнул в темп. И вот куда я поставил одну ногу. В эти кирпичи, в эти камни. И это было очень страшно. Я не рассчитывал, что я туда буду ноги ставить. То есть вот так вот отбиться, это не проблема. А когда ты летишь вот вниз и ставишь ногу прямо на те кирпичи, это, конечно, не очень приятная тема. И вот здесь я чуть помудохался с этим плаю. Плаю это темповые прыжки по две ноги. И вот такой стик зашел. Мои впечатления сразу после тренировки. Это будет правильно вот это, наверное, вставлять. Супер удовлетворен, потому что вся та дичь, которой я думал, что мне еще там надо тренироваться очень много. И я тренируюсь очень много. И я добился ее намного быстрее, чем я думал. Буквально там год назад Богдан сделал вот эту пропрыжку. И сейчас я ее повторил. И я повторил все свои старые пропрыжки. Ну, короче, вы уже все видели и так в видосе. Поэтому я очень такой на хайпе возбужден. И очень мне понравилась сегодняшняя тренировочка. Также мне очень понравилось, что вот эта штука появилась новая. Там есть аккураз. И причем его можно делать на разных расстояниях, с разбега, с разными чуть перепадами. Короче, спот стал лучше, чем он был. И вне зависимости от того, что сейчас зима и 8 градусов на улице, мне было тепло, приятно прыгать сегодня. Надеюсь, вам также было приятно смотреть. И встретимся в следующем видосе. Это будет видос, скорее всего, обзор АПФ. Все. Всем пока.